Постановление правительства Крачево-Черкесии о введении в республики особого противопожарного режима вышло еще 10 июня. Причиной этому стали неблагоприятные климатические условия, а именно сухая ветреная погода. Растет и статистика пожаров. В этом году зарегистрировано уже 459 возгораний, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И в большей части этих пожаров виноват человек. Пожары у нас в основном происходят в жилом секторе. Основная часть – это процентов 70 пожаров. И хочу также остановиться о том, что на территории республики участились случаи сжигания мусора на территории всех сельских поселений. Помимо сжигания мусора участились случаи целенаправленного выжигания сухой растительности, что влечет за собой не только урон природе, но и грозит перейти в неконтролируемый лесной пожар. Игры с огнем могут дорого обойтись пироману. В условиях особого противопожарного режима штрафы заметно возросли. Влечет наложение административного штрафа в размере на граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей от 30 до 40 тысяч, на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. К сожалению, даже самая большая сумма штрафа не в состоянии восполнить экологический урон от пожаров. А потому, кроме карательных мер, сотрудники МЧС предпринимают и профилактические. В частности, специалисты ведомства вместе с представителями сельсовета периодически обходят дворы и общаются с населением. Практически каждому жителю сообщают о законодательстве, о запрете на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и листвы и вручают памятку по правилам противопожарной безопасности. Население очень адекватно относится к профилактическим мероприятиям. Многие уже встречаются с нами не одиннажды. Мы проводим профилактику, как посещая людей на дому, так и пишем информационные письма, рассылаем всевозможные инструкции, применяем все возможные средства массовой информации. Такие встречи с жителями проходят в разных населенных пунктах Крачаева-Черкесии. Спасатели уверены, что польза от них большая. Ведь даже если один человек поймет, что от брошенного окурка может произойти серьезный пожар, риск экологического бедствия заметно уменьшится. Эрнест Чуков Назирка пишет, Вархиз, 24.